Поначалу была идея оформить это в одно видео, но за прошедший месяц произошло такое количество всякого всего, что одним видео тут никак не обойтись. Давайте абстрагируемся от всей будничной суеты и представим, что у нас есть неограниченные запасы глины и столь же неограниченные запасы обычного кирпича. Получится ли из этих материалов построить полноценную срадутную печь и получится ли выплавить в ней из железной руды железо? Без огнеупорной глины, без огнеупорных кирпичей, цемента, гипса и прочего. Что если использовать только то, что есть под ногами? В этом видео я покажу продолжение своих попыток обуздать технологию примитивной выплавки железа, одного из самых распространенных металлов на Земле. Очевидно, что это не получится сделать без печи. Сыродутная печь – это печь, в которой железная руда превращается в кричное железо. Сыродутная – потому что дует сырым, неподогретым воздухом. Кричное железо – это по сути железо, только кричное. Оно содержит много пустоты шлака, однако это всё устраняется путём интенсивной проковки на наковальне. Если кратко, распространённых конструкций у сыродутной печи как минимум 4, если верить Википедии. Я же буду строить что-то среднее из представленных. Но с одним исключением. В прошлом видео, которое послужило толчком к развитию данной темы, для дутья воздуха в печь использовался, внимание, аэратор для септика. Но сейчас я хочу сделать всё максимально примитивно, без использования большинства достижений человеческого прогресса. Мехов у меня нет. И других приспособлений для дутья тоже нет. И как у инженера по автоматизации, желания стоять возле печи и дуть вручную тоже у меня нет. Поэтому в роли дутья теперь попробуем использовать явление под названием Natural Draft, или по-русски естественную тягу. В древности в качестве естественной тяги воздуха использовались склоны холмов, где часто дули ветра. Я собираюсь сделать просто высоченный дымоход, который создаст необходимую тягу. Любое строительство начинается с оснований, на котором будет стоять сооружение. Прикинув примерные габариты, я с моими друзьями принялся раскапывать яму под нашу печь. Во-первых, в яме мы сделаем подсыпку из песчаногравийной смеси. Во-вторых, на эту же подсыпку мы разместим своеобразный фундамент из кирпича. А в-третьих, яма нужна для лучшей теплоизоляции горной печи. Теоретически это поможет сохранить пару десятков градусов. Первые полтора штыка лопаты глубины представляли из себя слой глинистого дерна. А вот глубже начиналась практически чистая глина, пригодная для лепки изделий и строительного раствора. Рядом с ямой под печь мы выкопали вспомогательную яму, которая будет служить в качестве емкости под строительный раствор. В эту яму мы просеяли вышеупомянутую глину из котлована, чтобы отделить крупные куски. И туда же свалили песок и золу. По неизвестным причинам я решил использовать смесь песка и глины в соотношении примерно 50 на 50 с небольшим добавлением золы. Что такое в нашем случае строительный раствор? В нашем случае это то, чем будут залеплены щели между кирпичами и то, чем будет обмазана вся печь изнутри и снаружи. В итоге получилась вот такая здоровенная яма. И теперь, когда мы выкопали всю глину, в нее можно засыпать песчаногравийную смесь. А теперь, друзья, пора этот раствор замешивать. Начинается самый сочный контент. Всем, кто за трапезой, приятного аппетита. Я предупредил. Котлован с подсыпкой готов. Теперь выкладываем на него фундамент из кирпичей, на котором будет сложена вся печь. Дальше у меня были лишь представления о форме горна, и тасуя кирпичи, я пришел к такой причудливой форме. Я выложил кирпичный каркас горна целиком, до основания будущей трубы. И после мы убедились в устойчивости конструкции. Устойчивость здесь нужна была нехилая, иначе присутствует риск поражения сельского сортира, стоящего позади, от падения кирпичной трубы. Макет каркаса мы разобрали, и потом немного забыли, как его собирали, но более-менее конструкцию удалось повторить. И теперь уже вовсю пошла кирпичная кладка. Пока мои друзья по колено в глине замешивали раствор, я по локоть в глине укладывал на него кирпич за кирпичом. Основная фишка этого горна была в трех отверстиях, расположенных равноудаленно друг от друга. Одно из них было сравнительно больше двух других, и оно подразумевалось под отверстия для заправки, разгрузки и обслуживания печи. Другие два более узких отверстия я задумал под формы для дутья воздуха. Фурмы – это обыкновенные трубки, формирующие поток воздуха в центр печи. Самая примитивная фурма делается из глины, и зачастую является одноразовой. Сам глиняный раствор, которым я промазывал всю печь, особой несущей роли не несет. Он нужен в основном для герметизации внутреннего пространства печи и теплоизоляции. Из этого раствора и кирпичной крошки я сформировал низ горна, где должен скапливаться расплавленный шлак с металлом. Между делом, нас приходила проверять пушистая инспекция в лице моей собаки и кошки. Технология строительства их вроде как устраивала, и мы продолжали. Когда кладка дошла до основания трубы, я начал заготавливать раствор с использованием сухой длинной травы, оставшейся после покоса участка. Теоретически, это делало раствор более целостным и более устойчивым к растрескиванию после высыхания. Перед кладкой трубы я полностью обмазал внутренности горна и сформировал отверстие под фурмы. Добавляем сухой длинной травы. Каждый уровень кладки печной трубы делается в три этапа. Сначала ровно ставятся кирпичи, потом углы между ними залепливаются большими кусками глиняного раствора. И в финале все это равномерно размазывается по кирпичам, немного задевая предыдущий уровень кладки. Играет музыка. И вот спустя несколько дней кладки и замешивания раствора был установлен последний кирпич. Я на самом деле думал, что это будет несколько проще. Теперь печь нужно было просушить. Именно просушить, не путать с обжигом. Для этого нужно было топливо, поэтому я пошел спиливать сухие ветки на деревьях поблизости участка. В основном это были орехи. И по ходу дела, отпиливая очередную ветку, сидя прямо на дереве, я заметил кота, лежащего в разломе дерева напротив. Поначалу, не придав этому значения, я продолжил пилить дальше. Но тут кот проснулся и замяукал. Такую жалобную интонацию, в которой однозначно читался призыв о помощи, я слышал в жизни лишь единожды. Тогда, около 10 лет назад, на чердаке заброшенного сарая вдали от дома, я нашел свою любимую кошку, спустя пару недель после ее пропажи. И она мяукала точно так же. Походив немного, посмотрев на кота, в памяти совершенно случайно и неожиданно всплыло одно из объявлений о пропаже из местного подслушана. Это объявление я увидел мельком неделю назад, пока скроллил ленту с мемами. Я нашел это объявление, и увидев фото, сомнений не осталось. Это был тот самый кот. Я сразу связался с автором объявления, и через 10 минут хозяйка была уже рядом с этим самым деревом, где сидел кот. Оказывается, еще две недели назад, две недели, этого кота выпустил погулять дедушка хозяйки в надежде, что тот нагуляется и вернется сам домой. Но кот не возвращался. И вот спустя две недели, пусть и оголодавшего, напуганного но живого и целого его удалось вернуть домой. А я второй раз в подобной истории все так же удивляюсь, какая невероятная цепочка случайностей порой приводит к счастливому концу. Короче, я напилил достаточное количество палок, пригодных для сжигания. Прямо на вершине трубы печи я сложил небольшой костер, и после того как он разгорелся, мы опрокинули его вниз. Таким образом мы немного прогрели печь изнутри, и заодно заценили тягу воздуха из трех отверстий. Тяга уже сейчас была довольно ощутим. Я начал реализацию этой задумки еще в начале сентября, спустя неделю после видео про железо из реки. Очень хотелось исправить косяки предыдущего видео, учесть рекомендации из комментариев, значительно увеличить масштаб происходящего, ну и как-то улучшить качество кадра. Я конечно не ожидал и не рассчитывал, что эта тема наберет такие обороты. Как же я ошибался. Я прочитал практически все комментарии и принял вашу поддержку и критику. Однозначно теперь этот формат займет почетное место на канале. Если у вас есть желание непосредственно повлиять на развитие канала, вы можете написать свой совет, рекомендацию, критику или просто пару добрых слов в комментариях. Это все помогать совершать на первый взгляд невозможное. Отдельное спасибо хочу сказать Тихону из Ноябрьска, благодаря его донату я смог приобрести крутой штатив, на который было отснято это видео, и если вы тоже хотели бы помочь каналу рублем, реквизиты я оставил в описании. Только укажите там свой никнейм, чтобы я мог внести вас в список благодарностей. И еще немного о будущем. Почитав комментарии к предыдущему видео, я уже всерьез задумался о том, чтобы пройти путь технологического прогресса Доктора Стоуна из одноименного аниме. Либо повторить прогресс из мода Терафирма Крафта и Immersive Engineering и сделать это с нуля, не используя никаких технических благ и инструментов современного человечества вдали от цивилизации, только с помощью природы. Но пока этот мегагигамасштабный проект находится на этапе задумки. И уже в следующем видео, которое выйдет совсем скоро, мы отправимся на поиски железной руды, займемся ее переработкой, и, наконец, попробуем выплавить железо в этой печи. Благодарю всех за просмотр и до встречи в следующих видео. Не переключайтесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...